Деда Мороза Я думаю, что он нам предоставит огромный, самый лучший в мире конструктор Лего только для тебя. С наступающим Новым годом! Артем Корниченко, главный помощник в семье, старается быстро справляться с домашними делами, чтобы поскорее вернуться к главному увлечению. Мальчик очень любит собирать конструкторы и в этот Новый год попросил Деда Мороза исполнить его мечту. На, дорогой! Я тебя поздравляю с Новым годом, за тебя обниму, хоть и глазки, и ты желаю исполнения и сокрежать. Спасибо! Это тебе, чтобы там такие тигрята, это про природу. В этот раз помощницей Деда Мороза выступает Оксана Пушкина. Узнав о желании особенного ребенка, депутат Госдумы немедлило. Ей хотелось исполнить мечту Артема. Ну, умею собирать, да. Лего, да. Оксана Викторовна призналась, что до сих пор верит в чудеса и в детстве тоже писала письма Деду Морозу. А теперь пришло время и ей стать помощницей главного волшебника страны и исполнить детскую мечту. Так замечательно чувствовать себя Снегурочкой, потому что и праздник чудесный, и очень потрясающая идея, то есть она такая на поверхности идея, да. Почему бы и не подарить подарки. Но мы как-то забываем об этом все, что на поверхности, куда-то глубоко копаем. А все самое, мне кажется, доброе, естественное, милое, сердечное, это вот то, что вот тут вот рядом мои коллеги это придумали. И мы с удовольствием, каждый из нас играет в эту игру в Деда Мороза и Снегурочку с удовольствием. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».